И всем привет! Вы на канале Дыковка ТВ, и сегодня я снимаю новый сериал, который называется Драконы в скрытом мире. И давайте начинать! Всем привет! Я Луна. Я дочка Безумика и Дневной Фурии. Ну, я думаю, вы знаете, кто-то такие. Так можно сказать, что я дочка самых знаменитых драконов мира. Ну, ладно, я думаю, вам это не совсем интересно знать. Вам, наверное, интереснее знать вот что. Кто я вообще такая и зачем вы вообще меня слушаете? Я представительница элитного драконьего рода. Единственного, как сказать, единственного. У меня есть еще братья мои, любимые братья. Ну, это ладно. И, как вы поняли, я представительница вида ночное сияние. Да, конечно, звание не очень, но что есть, то есть. Мой папа, как вы знаете, король всех драконов. Ну, и как вы думаете, кто станет будущим наследником всего драконевого мира и всех драконов? Конечно же, я! Потому что я самая старшая. И, как и бля, мне сказали, что я самая умная. Поэтому я буду достойно, так скажем, обладать скрытым миром. Ну, а теперь коротко я вам расскажу о всем драконном мире и как изменилась жизнь драконов после того, как они уже перестали жить с другими существами, которые, если не ошибаюсь, называются люди. Ну, или что-то наподобие того. После того, как все драконы стали жить в скрытым мире, у каждого дракона встал свой дом. Вот вам представитель вида когтевики вроде, я не помню. Я особо не изучаю тех драконов. Это Грангильда. Это лучшая подружка моей мамы и моего папы. Она наша подруга и знакомая. А это Кривоклы тоже представитель Кочекары. Вроде как. Да, Кочекара. И это тоже друг моей мамы и друг моей папы. Пойдемте, пройдемся под другим драконом. Если что, все драконы рады жить в скрытым мире. Им всем нравится, но, конечно же, все они тоскуют по своим хозяевам. Ну, и, кстати, как вы поняли, я уже выросла. Вы все помните меня малюточкой, малюточкой, дочкой, ночной сияния. Ну, дочка Беззубика, Единой Фури. Но нет, прошло уже ровно пять лет после того, как было видео, как мы родились. Уже прошло много лет, и я уже стала взрослым драконом. Ой, да, взрослым. Ну, ладно, это мне не мешает продолжить мой рассказ. Кстати, только я немножко постою, а то мне нельзя много летать. Вы же помните случай, как я повредила крыло, и теперь мне нельзя летать большие дистанции. Мне можно только маленькие, а то у меня крыло заболеет, и я упаду ко мне вниз. Ну, ничего, смотрим других драконов. И вот еще один представитель драконов, это Сарделька из, так скажем, группы драконов под названием Камнееды. Она себя тоже прекрасно чувствует в скрытом мире, как и другие драконы, которые счастливо живут в скрытом мире. Полетели дальше. Это дракон Барси и Вепер. Кстати, он так же, как и Сарделька, друг моей мамы и моего папы. Он тоже себя прекрасно чувствует в скрытом мире. Ну, у него хороший дом, у них у всех хорошие дома, потому что мы живем в шикарном скрытом мире. И он относится к глазу драконов страшил, если я не ошибаюсь. Точно, как папа говорил по книге драконов. Ладно, я пойдем дальше. А вот еще представитель драконов. Эй, дайте еще подышу, отдохну. А то, как вы знаете, мне долго летать нельзя. Так, это Грозакрыл, тоже друг моего папы и мамы. У нас все в скрытом мире, все друзья моих родителей. Ну, и меня тоже, так скажем. И наш любимый Грозакрыл тоже получается из, так скажем, клана под названием... Если я не ошибаюсь, если что, поправьте меня. Когтевиков или, как еще говорят, класс Ищеек. Ищеек, блин. Ищеек. Вот такой прикольный класс. Повезло ему, конечно. Но не будем его отвлекать. И полетели. И я уже здесь. А в этой пещерке живет тоже представитель класса Ищеек. Это тоже друг моей мамы, папы и всех моих родственников. И они вообще все друзья друг к другу. Потому что раньше, как, я думаю, некоторые знают, мой папа, Барсвепель, Крамки, да там и все остальные, они были все-все шикарными друзьями. И раньше у них даже была своя команда вместе с людишками. Ну, вот такая интересная история. Ну, давайте, как говорится, переключимся уже к нашему дружку. Это... Крышиколов. И это дракон. Класс, как я говорю, Ищеек. Он добрый, хороший друг моего папы. Он иногда ему даже помогает там что-то чинить дом. Потому что у него такая голова, что он просто бам, и дом просто может сломаться. Ну, или наоборот, починиться. На самом деле, он очень хороший друг. Очень хороший. Ну, ладно, а теперь я вам полечу и калычку еще покажу. А, вот еще один загадочный дом. С какой-то дневной фурией и с какой-то ночной фурией наверху. Ага, ага, доченька, очень смешно. Прямо обхохочется. Ну, ладно, пап, я же знаю. Это мой дамик. С моим папой и с моей мамой. Да, доченька, я думаю, это не совсем смешно, так как все же это наш дом. Ну, я поняла, что это уже не смешно. Да, мам. Ну, короче, родитель не очень любит смеяться. Отличие от меня. Ой. Ну, так вот, что я хотела сказать. Какая у меня есть стиль. Как вы поняли, я живу в скриптом мире. В шикарном, идеальном мире для всех драконов. Для каждого дракона. Тут найдется, как говорится, место. То, что он гигантский. Ну, я уже весь с ног до головы изучила. Уже везде летала. Ну, по крайней мере, пыталась летать. Вы знаете, у меня вот этот кролоболь. Эх. Но у меня есть такой план. Так как я не могу долго летать, то я могу нечаянно упасть. Но у меня есть план, как я могу вылететь из скрытого мира и полетать и поискать там. Может, там еще есть драконы какие-нибудь? Ну, скорее всего, нет, но я просто не хочу жить в скриптом мире. Я уже устала от этих капеллах, от этой воды, от всего этого такого непонятного. Я уже хочу жить где-то там. И почему мне там так одиноко? Ой, точнее, тут мне так одиноко. А там так весело. Там травка растет. Такая миленькая зелененькая травка. Ну, и еще там деревья большие, такие деревья. И на деревьях некоторых растут плоды. Это так же здорово. Я это так хочу все увидеть. У-ху. Ну, и потому что мне вообще ни с кем поиграть. Мне вообще нечего делать. Я тут просто одна живу. А мне уже целых пять лет. Я уже как подросток вообще-то. Ну, как бы, да. Под драконьим мерками я уже подросток. Я уже скоро школу закончу. Скоро. Ой. Ну, или мы это не называем школой. Мы это называем подготовкой к жизни. И, кстати, я вам потом скажу, кто в одной из стилей. Я вам потом скажу, кто работает в школе. Ну, так вот. Мои братья, они вечно играют сами с собой. И они вообще-то состоят в патрульном... В патрульной команде. Ну, это тот, кто следит за порядком в скрытым мире. Ну, да. Вот так. А я не очень хочу. Во-первых, я и не могу быть. Потому что, во-первых, я будущая королева. Я, как бы, и не могу быть в этом патрульном... Та-та-та-та. Я не помню, как нравится. И мои братья вечно спорят об этом. С ними вообще неинтересно. Ну, вы сами, понимаете, вечно спорят. Поэтому, ой, я вечно одна. И у меня есть план, как вылететь, как спешать. Мама. Да, доченька? Можно мне полетать, ну, как бы, не в скрытый миле, а вылететь за угрынцей? Нет, доченька, ты чего? У тебя же больное крыло, ты что? Сломаешь крыло, еще разобьешься и... Ой-ой-ой, я даже не знаю, что будет. Нет, доченька, я тебе запрещаю. Все, а ну-ка иди. Ну, мама. Нет, доченька, все. Давай, иди с братьями поиграй. Она не вечно ссорится. Ну, ничего, будешь их разнимать, разминать. Ну, ты поняла меня. Да, мам. Ну, нет, доченька, или иди, готовься, не знаю, к заданиям каким-нибудь. Ты же будущая королева, изучай что-то, изучай географию скрытого мира. Я ее и так все наизусть знаю. Ну, доченька, ну займись чем-нибудь. Ну, ты что? Только не вылетай, скрытого мира. Это, во-первых, нарушение всех запретов и законов. Нет, 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 нельзя нарушать закон. Зачем тогда Икинг и его команда нас сюда, так скажем, отправили, так скажем, чтобы никакие злые люди нас не поймали, не убивали. Это же безопасное место, это просто рай, шикарное место. Все, доченька, я полетела. Блин. Доченька, ну не плачь, зато ты будущая королева. Это же так интересно. Мне вот нравится править очень-очень. Да, да, интересно очень-очень. Сидеть на кристалле, рычать там, что-то все такое. Ну, доча, это же очень интересно. Нет. Так, все, хватит спать. А ну иди домой, живо. И даже не думай об этом никогда. Хотя стойте. Я смогу вылететь. У меня получится так, так, так. И, ребята, допустим, что это вода, ладно? Типа это океан. Хорошо? Так. Ух ты, какой океан. Пруси, водичка. Ай, люблю води. Ой. Люблю водичку. Надо полететь. Ай, ай. Крыло, крыло. Ребят, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И ждите продолжение, если вам интересно, что произойдет со мной дальше. Почему я лежу вон там. Без сознания, то подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. И всем пока. Пока-пока. И забыла сказать, если наберется 150 лайков, то я обязательно сниму продолжение. А то так никак не получится. Всем пока. Пока-пока.